Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, что такое святая простота, какая простота угодна Богу и в чем она заключается? Господь говорит, что если мы не будем подобны детям, то не войдем в Царство Небесное. Имеется ввиду детское отсутствие лукавства и цельность. Вот апостол Павел также в послании к Коринфянам берет этот образ и очень четко говорит, братья, не будьте дети умом, то есть надо быть умным, взрослым, с натренированным интеллектом, если хотите. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны. Или как Господь говорит, будьте мудры, как змеи и просты, вот это как раз та самая простота, просты, как голуби, по-славянски чисты. Это непричастность к греху, это то, к чему Господь призывал Адаму и Еву, когда надо было знать о грехе, но не погружаться в него. И когда произошло грехопадение, произошло познание греха делом с погружением в него. Вот мы должны различать черное от белого, зло от добра, волю Божию от греха, не погружаясь во грех. Вот это и есть та самая простота, которая оставляет око человека чистым и позволяет ему различать, видеть и уклоняться от греха и от падения. Вот к этому призывает Господь. Такая простота может быть проиллюстрирована еще раз ребенком. Вот двухлетний ребенок, голенький, бежит по пляжу. Он совершенно не смущается тем, что он обнажен, потому что он никак еще не познал плоской грех, даже мыслью, не то что делом. Если так будет себя вести сорокалетний человек, это признак крайнего развращения. Но вернуться к вот этой целомудренной простоте, слово целостная мудрость очень интересно связано с этой простотой и чистотой. Вот это и есть наша дорога. И иногда простота в том, что мы избегаем чрезмерной сложности. Святые отцы, рассуждая о Боге, они говорят, что Бог прост, он не сложен, потому что чем сложнее конструкция, тем ближе она к разрушению. Это понятно, даже если взять любой конструктор. А Бог абсолютно прост, он целостен. В нем нету там какого-то лукавства, тьмы. Это мы одно думаем, другое говорим, третье подразумеваем. Вот этого ничего бы человека не должно. Поэтому простота, это прежде всего святая чистота, а во-вторых искренность. Это тогда, когда ты говоришь то, что думаешь. А еще бы хорошо вообще не уметь врать. Вот это такая простота. Да, это несет определенные сложности в жизни. Человеку, который умеет врать, не моргнув глазом, ему может быть и легче жить, но жить с Богом ему точно тяжелее. Поэтому простота это отсутствие лукавства, искренность, целостность и поиск чистоты души. Субтитры создавал DimaTorzok